Здравствуйте! В эфире Агросектор. Программа о закромах нашей Родины, о тружениках села и в целом об отрасли, без которой нет жизни на планете Земля. Обыкновенная рубленая котлета с кетчупом в разрезанные пополам круглые булочки в наш безумный век стала фавориткой во всем мире. У этого триумфа кулинарии очень много сторонников, которые выбирают фастфуд для своей фастлайф. А вот противники быстропита предлагают альтернативный принцип – слоу-фуд для фастлайф. Быстрое питание выбирают миллионы работающих и спешащих на ходу перекусить людей, особенно молодых. «Все вкусно, оперативно, но не очень полезно для пищеварения», – говорят те, кто постарше и те, кто предпочитает более качественную жизнь. Уже сегодня они начинают бить тревогу, отстаивая медленную, но традиционную пищу. Противники этого триумфа создали движение «Слоу-фуд». Зародилось оно в Италии в 1989 году и совсем недавно дошло до Казахстана. Представители этого сообщества собрались в Астане в стенах Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфулина на первой международной научно-практической конференции под названием «Здоровое питание. Ковчег вкуса Казахстана». Те продукты, которые произрастают на нашей земле, мы обязаны сохранить и передать нашим потомкам, потому что это залог нашего здоровья и это то, что является нашей самоидентификацией. И одним из факторов «Слоу-фуд», внесения продуктов в каталог Ковчег вкуса, является то, чтобы продукты произрастали на определенной территории и имели отношение не только к климатическим условиям, а прежде всего к условиям культурным, семейным ценностям, традициям. Делегаты из Италии, России, Кыргызстана, Узбекистана и регионов нашей страны познакомились на конференции с исчезающими традиционными продуктами питания. На повестке дня главный вопрос – сколько национальных казахских блюд мы знаем? Пешпарма, курдак, баурсаки – на этом, казалось бы, всё. На самом деле рецептов казахской кухни столько, сколько не хватит пальцев на руках и ногах пересчитать их. Эти блюда собирались покрупиться в регионах. Выезжали экспедиция, которая искала эти рецепты, искала этих людей, кто может приготовить, помнит рецептуру. И тем самым создан наш внутренний каталог по национальным блюдам, именно забытым национальным блюдам. В рамках прошедшей конференции состоялась выставка, где участники дегустировали национальные блюда. Кроме того, казахстанские фермеры привезли из разных регионов страны свою продукцию – кумыш, шуба, традиционные казахские сладости и многое другое. Всего участие в выставке приняли более 20 хозяйств противников быстропита, предлагающих альтернативный принцип век быстрого мира – слоу-фуд для фастлайф. Казахстанским аграриям помогут выйти на прилавки рынков столицы без посредников. Меморандум, подписанный между социально-предпринимательской корпорацией «Астана» и национальным холдингом «Казагра» направлен на поддержку отечественных производителей продуктов питания. На рынке «Шапогат» производители теперь будут продавать свою продукцию без посредников. Соответствующий меморандум был подписан между социально-предпринимательской корпорацией «Астана» и холдингом «Казагра». Хозяйством из числа заёмщиков группы компании «Казагра» корпорация предоставит торговые места на рынке «Шапогат». На сегодняшний день, согласно задаче «Акима», мы пытаемся максимально организовать торговлю здесь непосредственно самих производителей. Это даст то, что уберётся между покупателем и производителем посредник. Это вызовет понижение цен. То есть цены стабилизируются на эту часть, которую накручивают посредники. Мы будем доводить информацию о такой возможности до заёмщиков наших дочерних компаний. И уверены, что через наших заёмщиков эту информацию получат все другие сельхозтоваропроизводители от Молинской области и близлежащих областей. СПК «Астана» и рынок «Шапогат», они уверяют, что готовы будут предоставить торговые места для всех желающих. На этом пока всё. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова